1994 год. Американцы испытали настоящий шок, прочитав в СМИ послание президента Рональда Рейгана. В нем бывший глава Белого дома сообщил, что ему поставлен диагноз – болезнь Альцгеймера, и попрощался со своим народом. В заключении пяти медицинских светил, сопровождавших это послание, говорилось, что сердце Рейгана работает как швейцарские часы, но разум неуклонно теряет силу. Ровно через 10 лет сорокового президента Америки не стало. Он умер в окружении родных и близких, которых так и не вспомнил перед смертью. Для тех, кто стал свидетелем беспамятства Рейгана, слова «дожить до старости в здравом уме и доброй памяти» приобрели особый смысл. Ведь если раньше считалось, что полная потеря памяти – это болезнь стариков, то сегодня ученые пришли к неутешительному выводу. То, что мы называем старческим маразмом, а медицина болезнью Альцгеймера грозит сегодня 40-50-летним, а закладывается в возрасте от 20 до 40 лет, задолго до того, как человек впервые обнаружит, что забыл, как называется ложка. При генетической форме болезни Альцгеймера болезнь начинается самое ранее в 35-40 лет. Это очень рано для болезни Альцгеймера. А при спорадической форме болезни Альцгеймера позднее, в 70, особенно после 75 лет. И чем старше, тем больше вероятнее. И другую форму этого заболевания можно заранее диагностировать. Генетическую форму болезни Альцгеймера можно сделать генетический анализ, определить пораженные мутации генов и точно поставить диагноз. И совершенно ясно, что такой человек, так сказать, в 35-40 лет обязательно заболеет болезнью Альцгеймера. В одной только России на сегодняшний день зарегистрировано полтора миллиона людей, страдающих болезнью Альцгеймера. И по прогнозам медиков, эта цифра будет увеличиваться с каждым годом в десятки раз. Некоторые ученые и некоторые статистики утверждают, что вероятность заболевания спонтанной болезнью Альцгеймера возрастает. И не просто с тем это связано со старением человечества, но и с какими-то пока неизвестными причинами. И называют такие страшные цифры, что через несколько лет каждый третий после 75 лет будет умирать от болезни Альцгеймера. В медицине всегда были известны случаи, когда страшный диагноз, связанный с необратимыми провалами в памяти, передавался по наследству. Как правило, тогда человек уже с самого рождения был обречен. Но в последние десятилетия ученые выявили новую форму болезни, которая поражает людей даже с очень здоровыми генами. Откуда она берется и каким путем может передаваться, наукой пока не установлено. Предположение, что это могут быть вирусные заболевания, и что это одна из форм вируса герпеса. Его очень часто находят, так сказать, у больных, умерших болезнью Альцгеймера, его часто в мозгу обнаруживают, или в крови обнаруживают. Людям, далеким от медицины, трудно себе представить, как обычный вирус может уничтожить человеческую память. И как всего за несколько лет может превратить здравомыслящее существо в безвольный овощ, не помнящий родства. Но на этих компьютерных снимках показано, как это происходит. Вот изображение головного мозга здорового человека. Во всех его областях вырабатываются специальные нейроны, которые обеспечивают жизнедеятельность всего организма. Они посылают сигналы сердцу, опорно-двигательной системе и клеткам, отвечающим за память. А вот на этом снимке мозг, пораженный вирусом. Все его участки, выделенные красным цветом, мертвы и больше не могут контролировать работу организма. Вы видите огромную атрофию мозга, огромные щели вместо извилин. Вы видите, что почти что нету никакой активности в мозге у этого человека. Она просто напрочь отсутствует в лобных отделах, и в височных отделах, и в задних отделах. То есть мозг почти что молчит. Получается, что человеческий мозг – это сложный компьютер, в котором заложена программа всей нашей жизни. Если в какой-нибудь из его отделов проникнет вирус, то может произойти сбой. А центр памяти, в котором хранится вся накопленная информация, помогающая человеку ориентироваться в пространстве, принимать важные решения и получать сигналы об опасности, будет уничтожен. Со временем такая система, лишенная связи с центром, придет в негодность, и у человека начнется распад личности. Ученые долгое время пытались выяснить, в каком месте у человека может находиться центр памяти. И в результате многолетних исследований пришли к выводу, что различные воспоминания хранятся в самых разных областях головного мозга, а механизм формирования памяти представляет собой сложную химическую реакцию. Мы любим все раскладывать по полочкам, но с памятью все обстоит гораздо сложнее. Это не похоже на жесткий диск в компьютере и на хранение воспоминаний на полочках. Когда человек что-то запоминает, то в работу включаются тысячи нервных клеток. Они начинают взаимодействовать друг с другом и образуют так называемые синапсы – химические вещества, которые кодируют информацию и укладывают ее в мозг. От того, с какой скоростью происходит эта химическая реакция, зависит, в какой отдел мозга попадет на хранение полученная информация и как долго она будет там храниться. Установлено, что у каждого человека существует два основных вида памяти – долгая и короткая. Долгая память может храниться на протяжении нескольких лет или всей жизни, а короткая – в течение нескольких дней или часов. Этим двум видам памяти присущи разные характеристики. Если бы, к примеру, с человеком произошла авария, и мозг бы получил травму или просто сильный удар, вполне допустимо, что он забыл бы то, что было по времени близко к травме, но не то, что было задолго до нее. Воспоминания, приобретенные за неделю до этого, не пострадали бы. Поэтому короткая или кратковременная память считается наиболее уязвимой и хрупкой. Она хранит информацию только в течение того времени, которое необходимо для выполнения определенного действия. Например, мы хотим кому-то позвонить, ищем номер в телефонной книжке, запоминаем, и если нам ничто не помешает, можем правильно его набрать. Но если линия занята, и нужно перезвонить позже, мы успеваем номер забыть. Есть люди, у которых с рождения кратковременная память развита лучше, чем долговременная. В жизни они отличаются забывчивостью и рассеянностью. И про таких не зря говорят. У него короткая память. Это, конечно, не очень нормально, но это не является каким-то физиологическим дефектом. Просто у каждого человека мозг имеет индивидуальные особенности. Вернее, одна его часть. Она называется гиппокамп. Именно гиппокамп отвечает за запоминание впечатлений лиц или имен и определяет, какую из полученных информации оставить в кратковременной памяти, а какую перевести на длительное хранение. Считается, что люди, имеющие способность запоминать большой объем информации и хранить его долгое время, обладают феноменальной памятью. Но таких единицы. Например, Александр Македонский. Этот легендарный полководец не только знал всех своих солдат в лицо, но и помнил каждого из 30 тысяч человек по имени. А известный шахматист Александр Алехин мог играть по памяти вслепую с 40 партнерами. Совсем недавно к этому списку добавилось еще одно имя. Самвел Горебян. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса. И хоть его способности признаны официально, мы попросили его согласиться на наш эксперимент. На наших глазах в течение трех минут он должен был запомнить 75 слов. Так, у нас 75 слов, верно? Да. Внимание, поехали. Чашка. Стол. Философия. Смех. Язык. Радость. Прочитав весь список заготовленных слов, мы отвлекли Самвела разговором на совершенно постороннюю тему. Но даже через 20 минут он не только помнил все слова, но и их последовательность. Теперь в разброс назовите номера. Я попытаюсь... Язык. Продолжение следует... Для Самвела уникальная память не Божий дар, а собственная заслуга. Еще в школе он, Наспар, вызвался запомнить 20 слов из 50, но запомнил все 50. С тех пор начал тренировать свой мозг. Когда учился в университете, лекции не записывал принципиально, старался запоминать. Преподаватели юридического факультета настороженно относились к причудам студента и даже собирались отчислить. Но после первой же успешно сданной сессии отстали от Самвела, признав его память феноменальной. Однако современная наука не может дать точного объяснения тому, что называется феноменальной памятью. Да и само определение просто память имеет довольно абстрактное значение. Память — это сколько цифр, которые, собственно, ничего не значат для человека, он может запомнить в определенной последовательности. Ну, оказалось, что эффективно большинство, там, 10-12 цифр запоминает. Но есть люди, которые могут и 50, и 100, а есть уникумы, которые могут запомнить огромное количество. Ученые генетики объясняют такую способность к запоминанию набором определенных генов. Эти гены вырабатывают специальные белки, которые формируют клетки памяти. Если бы ученые точно знали, какие именно гены работают на долговременную память, они бы, возможно, смогли разгадать формулу феноменальной памяти. Проблема в том, что все взаимосвязано в организме. И вычленить именно те гены, которые связаны именно с изменениями, с пластичностью, с запоминанием, довольно сложно. Хотя на сегодняшний день несколько таких генов найдено. Проблема в том, что это далеко не все. Для разных форм памяти это будут разные гены. Известно, что разные люди по-разному могут запоминать одну и ту же информацию. Одни при помощи различных органов чувств или логики, другие путем образного мышления. И от того, как происходит это запоминание, зависит качество памяти и ее применение в жизни. Чем отличаются математики? Для них за какой-то формулой, глядя на которую обычный человек, кроме закоричек, ничего не видит, он видит целый мир. Изучая работу генов, ученые сделали необычное наблюдение. Оказывается, полчеловека может напрямую влиять на качество памяти. У женщин, к примеру, хуже развито зрительно пространство, Дело в том, что женщины больше всего, чаще всего определяют, хорошо или плохо. Мужчины определяют абстрактно какие-то характеристики, так сказать, объекта, пытаются вычислить что-то. На это больше времени нужно. А оценить, хорошо или плохо, это идет мгновенно. От национальной принадлежности и места проживания по мнению генетика тоже может зависеть то, какой вид памяти будет развит лучше. Например, гренландские эскимосы умеют грамотно писать и читать. Но запомнить прочитанное или повторить наизусть отрывок из текста для них так же нереально, как обычному человеку научиться летать. И в то же время они просто посмотрев, как человек управляет сложнейшим механизмом, трактором, самолетом, они могут полностью, полностью, абсолютно уверенно, с точностью до миллисекунды воспроизвести все действия. То есть память у них феноменальная, но она не абстрактно-логическая, как вот с текстами, когда мы работаем, а она образно и мышечная. На этом примере ученым удалось доказать, что феноменальная память не зависит от интеллекта, как это раньше было принято считать. Всем известно, что великий физик Альберт Эйнштейн в школе был троечником, и учителя считали его чуть ли не идиотом, не способным запомнить даже элементарные математические правила. Однако это не помешало Эйнштейну стать нобелевским лауреатом, который, кстати, до конца своей жизни так и не смог выучить таблицу умножения наизусть и постоянно пользовался шпаргалкой. Память бывает трехмерная или память на абстрактно-логические построения. Разная структура мозга включается при пространственной памяти или при мышечной памяти, или при, наоборот, образно, при вспоминании. Совершенно разная структура мозга включается. Недавно ученые провели эксперимент. Исследовали учеников двух школ. Обычный среднеобразовательный и интернаты для детей, страдающих аутизмом. И проверили, как ученики обеих школ усваивают пройденный материал. Оказалось, что из 25 учащихся средней школы только двое смогли пересказать материал, пройденный накануне. В то время как из того же количества аутистов с этим заданием справилась половина. Причем без особого труда. При некоторых психопатологиях память на конкретную вещь, например, память на числа, или память на обстановку, память на сочетание слов, может быть, совершенно феноменальна. И при этом в другой области они просто полностью беспомощны. Это связано как-то с тем, что на самом деле видов памяти много, и мы пользуемся каким-то обыденным, таким усредненным понятием. Существует предположение, что нормальный человек, даже если он обладает очень высоким интеллектом, использует возможности своей памяти всего на 20%. Ученые долго ломали голову, чтобы объяснить, почему так происходит. И в конце концов, догадались. Все дело в том, что природа заложила объем памяти для всех типов людей, а каждый человек использует память только своего типа. Сангвейник, аллерик – это наборы биохимии. И память очень сильно зависит. Некоторые состояния возбуждения ничего не могут запомнить, а другие, наоборот, более эффективно запоминают. И это зависит от сочетания вот этой биохимии. Редактор субтитров А.Семкин «Понять, в каком диапазоне у этого человека может быть память в будущем. Она будет, так сказать, большая, небольшая, если мы научимся, опять же, измерять. То есть это надо проводить специальные исследования, но теоретически, теоретически это возможно». Некоторые специалисты считают, что секрет феноменальной памяти кроется не в способности человека запоминать большой объем информации, а в способности быстро извлекать ее из архивов памяти в нужный момент. Долгое время считалось, что этим секретом в совершенстве владеют американские индейцы, которые с помощью специальных культовых обрядов входят в состояние транса и настраиваются на нужное воспоминание. Но позже выяснилось, что никакой индейской магии тут нет. Еще сотни лет назад американские аборигены научились фиксировать в памяти важные события при помощи запахов. В специальные герметичные капсулы, сделанные из кости или рога животного, они помещали набор веществ, обладающих сильным ароматом. И в те минуты, когда нужно было вызвать воспоминания, открывали нужную капсулу и вдыхали аромат. Израильские ученые-нейробиологи из Института Вейтсмана решили воспользоваться знаниями индейцев и выяснить, каким образом запахи могут влиять на человеческую память. Мы предполагаем, что есть несколько общих черт между запахом и чувством. Участки мозга, обрабатывающие запах, плотно связаны с участками мозга, ответственными за чувства. Вполне возможно, что мы лучше запоминаем те вещи, которые связаны с чувствами. И вследствие этого мы также лучше запоминаем вещи, связанные с запахом. Чтобы проверить свои предположения на практике, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 25 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Всем испытуемым дали понюхать попкорн, показали его и воспроизвели звуки лопающихся зерен. Воспоминания участников эксперимента, вызванные запахом попкорна, поразили исследователей. Средний возраст воспоминаний запахов был между 6 и 10 годами. Представляете, 60-летние люди в мельчайших подробностях стали описывать события, которые произошли с ними в 6-летнем возрасте. Многие из них даже вспоминали, в чем были одеты и какая была погода в тот день, когда они впервые и попробовали попкорн. Ученые пришли к выводу, что запахи могут храниться в памяти человека всю жизнь. Вспоминая определенный запах, человек способен даже восстанавливать информацию или знания, полученные много лет назад. Теперь это открытие можно с успехом использовать на практике. Например, при изучении иностранных языков, где приходится запоминать огромное количество незнакомых слов. Запах является контекстом к определенному списку слов, которые вы, к примеру, учили в комнате с запахом лаванды. Если вас будут спрашивать те же слова, и в комнате будет запах лаванды, вам будет гораздо легче их вспомнить. Это способ улучшить память. Изучая влияние запахов на процесс запоминания, ученые сделали невероятное наблюдение. Они на опыте доказали, что неприятные запахи откладываются в памяти лучше, чем приятные ароматы и способны быстрее вызывать воспоминания. Мы провели такой эксперимент. Попросили 16 наших студентов посмотреть на картинку с изображением стула и связать ее сначала с запахом персика, а потом с запахом коровника. Затем мы помещали участников эксперимента в специальный блок, показывали картинку и спрашивали, какая ассоциация всплывала в памяти в первую очередь. В это время специальный аппарат сканировал процессы, которые происходили в мозгу испытуемых. Оказалось, что все 16 человек в первую очередь вспомнили запах коровника. Исследователи из института Вейтсмана уверены, что теперь, зная, как негативные запахи влияют на человека, можно научиться стирать ненужные воспоминания и даже лечить психические расстройства. У нас наблюдалась одна женщина, которая в детстве перенесла тяжелую психологическую травму. Ее изнасиловали. Врачи обратили внимание, что каждый раз, когда она чувствовала запах определенного одеколона, у нее были флешбеки, которые вызывали психические расстройства. Сама она не знала об этом. Когда мы создали ей условия, в которых она перестала сталкиваться с этим запахом, симптомы, вызывающие расстройство, стали исчезать. Считается, что способность запоминать запахи и вкусы формируется у человека бессознательно и на всю жизнь. Она заложена природой как инстинкт самосохранения. Ведь именно обонятельная память начинает сигнализировать человеку в моменты опасности. Он начинает чувствовать запах дыма или вкус несвежей еды. А когда человек теряет обоняние, он становится беззащитным в окружающем мире и даже может умереть. Поэтому мы долгое время считали, что обонятельная память начинает работать у человека еще в младенческом возрасте, когда он делает первый вдох и начинает что-то чувствовать. А уже потом он открывает глаза и начинает знакомиться с окружающим миром. Но недавние исследования показали, что память начинает формироваться у человека еще в утробе матери. И это было настоящее открытие. К этому открытию ученые пришли, когда делали УЗИ плода через 20 недель после зачатия. Во время тестов через живот матери посылали звуковой сигнал, который мог слышать зародыш. И с помощью ультразвукового сканера проводили проверку реакции. Выяснилось, что зародыш реагирует на шум, слегка двигая телом или ногами. Правда, после пятого сигнала он привыкал к повторяющемуся звуку и мог его игнорировать. Но при повторном посыле сигнала через 10 минут и даже через сутки зародыш без труда распознавал знакомый звук и начинал двигаться. Ученые сделали вывод, что в будущем этот человек сможет вспомнить то, что с ним происходило до рождения. Некоторые исследователи считают, что память о каких-то знаниях или привычках человек может получать по наследству от своих родителей и помнить даже то, что происходило с ними задолго до его появления на свет. Известно, что человек на 70% состоит из воды, а вода имеет способность к запоминанию информации. И формируясь в водной среде, человек автоматически получает эту информацию от матери. Помимо генетической, есть память на уровне водной среды, это молекулярный уровень, и на полевом уровне, потому что, находясь в пространстве, взаимодействия с ячейками пространства, конечно, водная среда подстраивается под это состояние, следовательно, запоминает, и, соответственно, получается, что перенос информации происходит еще с двух уровней, а не только на генетическом уровне. По мнению исследователей, вода в организме человека вообще может сравниться с биокомпьютером, в который при рождении заложена программа развития всех биохимических процессов, в том числе и процессов, которые отвечают за способность запоминать информацию. Считается, что при нарушении структуры водной среды в организме человека под воздействием каких-то внешних условий может нарушаться и память. Наша задача, я имею в виду медицины, найти те нарушения, которые в ходе нашей жизни возникают, исправить только это нарушение, подправить ту матрицу водной среды, которая в чем-то нарушилась, под влиянием каких-то факторов, а дальше организм справится сам. Нарушить структуру водной среды человека может не только плохая вода из водопровода. Ученые проводили специальные исследования и установили, что, к примеру, сцены насилия или самоубийства, увиденные по телевизору, меняют структуру воды в теле человека и долгое время могут влиять на психику и поведение. Происходит перевозбуждение, которое мешает нормальному мыслительному процессу и восприятию новой информации. Окружающее пространство тоже отражает эту информацию. И это означает следующее, что если потом мы все выключили, ушли, пришли в ту комнату, где было то представление или те сцены, которые, пусть даже понарошку показывали по телевизору, вы попадаете в среду, которая криминальная по самому уже внутренним содержанию. Что это означает? Это означает, ваше поведение в этой среде будет уже не таким, как в нейтральной среде. Мы попросили на простом примере показать, каким образом чужие мысли способны менять наше состояние. Для этого взяли обычную дистиллированную воду и разлили ее по двум кюветам. Первая кювета с водой все время стояла в пустой комнате, а вторую вносили в коридор, где в это время находились участники нашей съемочной группы. Каждого из нас попросили вспомнить неприятные моменты их жизни и в течение нескольких минут прокрутить их в памяти. А затем вторую кювету с водой занесли в комнату и с помощью электронного блока произвели замер данных. Методик, который позволяет перевести воду из одного состояния в другое, масса. Это может быть прибор, это может быть мысленная установка какого-то человека, это может быть свет, если вы, скажем, воду поставите на синюю бумагу, то у нее воздействие будет отличаться от той воды, которая была установлена на красной бумаге. После того, как показания электронного датчика были выведены на экран компьютера, мы смогли сравнить состояние воды из обеих кювет. Вот эта почти ровная прямая говорит о том, что вода, которая не подвергалась нашему воздействию, совершенно не изменила своей структуры. А вот эта кривая линия указывает на то, что вода, стоявшая в коридоре, сумела прочитать и запомнить наши негативные мысли. Положение кривой ниже нулевой отметки говорит о подавленном состоянии этой воды. Но кривая динамически меняется. Почему? Она может прийти опять к нулевым значениям, а может дать цифру и отличную от нуля. Это будет определяться тем, обратимое было воздействие или нет. К счастью, участники эксперимента не находились в состоянии сильного эмоционального стресса, поэтому вода смогла очень быстро восстановить свою первоначальную структуру. То же самое происходит и с человеком. Испытывая потрясение, его внутренняя водная среда начинает подавляться, и процессы, которые происходят в организме, начинают давать сбой. И чем сильнее стресс, тем сложнее этап восстановления. Память пространства передается памяти воды и через нее, водной среде организма, и через него мы тоже получаем то или иное состояние. Понимаете? А это уже реальность, потому что вы тогда себя будете вести совсем по-другому. Очень часто, испытывая подавленное состояние или стресс, человек начинает искать спасение в алкоголе или таблетках и не понимает, что этим только еще больше вредит себе. Ведь этот чужой для внутренней среды химический состав способен вызвать в организме самую непредсказуемую реакцию. Не зря же в инструкциях ко многим медикаментам список побочных эффектов больше, чем список заболеваний, которые они способны излечивать. И почти везде отмечается ухудшение работы памяти. А ведь зачастую достаточно всего лишь поменять обстановку, чтобы организм смог сам привести себя в порядок. у вас и поведение будет другое, и физический фактор будет давать совершенно другие результаты. Вот это уже память на том уровне, когда полевой уровень памяти, влияя на нашу водную среду, делает нас в соответствии с тем содержанием более активными или менее активными, подвижными, эмоциональными. Масса всего того, что мы хорошо знаем. Ученые, например, долгое время не могли понять, как обычная молитва способна избавить человека даже от смертельной болезни. И считали это чуть ли не мистикой. Однако, учитывая способность молекул воды реагировать на энергетические, магнитные и информационные поля, мистику можно легко объяснить с научной точки зрения. положительный заряд молитв и церковных атрибутов влияют на молекулы плазмы человека и заставляют все органы самовосстанавливаться. Память, соответственно, тоже улучшается. Это и есть та проблема, которая как бы сочетает в себе и духовные аспекты, и вот и чисто научные, понимаете, но и слава Богу, что мы здесь соединились в единое целое. Почему? Это поможет формировать наш организм, наше поведение в соответствии с нормальными периодами, присущими нам законами. Наверное, не зря сейчас духовные практики становятся популярнее, чем официальная медицина. К примеру, уже доказано, что обычное глубокое дыхание, которое практикуют йоги, намного эффективнее улучшает кровоснабжение, чем дорогостоящие препараты, разработанные фармацевтами. А специальные асаны помогают научиться концентрировать внимание и развивают зрительную память. Потому что в основе многих упражнений в йоге лежит наблюдение за собственным телом, координацией, движениями. Но самое главное, человек погружается в процесс медитации. А что такое медитация? Это когда человек перестает обрабатывать информацию, поступающую со стороны, и начинает прислушиваться к тому, о чем сигнализирует ему собственный организм. Чтобы услышать себя, человеку необходимо уметь настраиваться. Поэтому считается, что идеальным местом для медитации может быть природа, которая сама по себе гармонична, а свежий воздух и красивый пейзаж помогают расслабиться и успокоиться. очень многие европейцы живут в бешеном ритме, не могут отключиться от каких-то своих повседневных мелочей. И, как правило, все страдают рассеянным вниманием и проблемами, связанными с памятью. И когда они приезжают сюда, в Гималай, чтобы освоить техники различных медитаций, а их очень много, мы просим их для начала вспомнить, во что они были одеты вчера. Представляете, многие даже этого не помнят. Восточные учителя, практикующие йогу и медитацию, считают, что для развития памяти очень важно научиться наблюдать за своими поступками, а главное запоминать реакцию на каждое свое действие. Это помогает улучшить ассоциативную память. Потом, вызывая в памяти определенный образ, можно будет оживить целую цепочку событий. Например, вспомнить людей, которые присутствовали при этом, их лица, имена, во что они были одеты, их настроение, и даже то, о чем они говорили. Ассоциативная память очень важна для медитации. Медитируя, вы концентрируете внимание на каком-то одном предмете или образе. И чем богаче ваши ассоциации, связанные с этим образом, тем больше информации вы сможете получить из прошлого. А это очень важно. Ведь для чего вы занимаетесь духовной практикой? Чтобы что-то поменять в своем сознании, понять, какие ошибки из прошлого мешают вам жить и портят ваше здоровье. Говорят, что буддистские монахи, обитающие в Гималаях и на Тибете, обладают хорошим здоровьем и сохраняют физическую и умственную активность до глубокой старости. Это действительно так. И секрет кроется не только в специальных духовных практиках. Просто основой всех восточных философских учений является познание человеком его собственного «я», умение заглядывать внутрь себя и находить там огромный потенциал тех возможностей, которые заложила природа. В каких бы обстоятельствах ни оказывался человек, какие бы перемены ни происходили в его личной жизни или в окружающем мире, он должен сохранять светлое восприятие мира, осознавать неизбежность перемен и понимать, что только он единственный хозяин своей жизни. При любых переменах человек должен оставаться внутренне свободным и сохранять свой разум в ясности и чистоте. Тибетские медики утверждают, что можно научиться управлять памятью, но только научившись управлять эмоциями и поступками. На этих принципах основана вся восточная медицина, которая сейчас очень популярна среди европейцев и которая построена на многовековых наблюдениях за индивидуальными особенностями человека. Когда человек не знает свою природу, он не знает, что ему вредно, а что полезно. Он не умеет управлять своими эмоциями. Такое неведение порождает три яда души – невежество, гнев и страсть, которые вызывают расстройство трех конституций – слизи, желчи и ветра, а это приводит к страшным заболеваниям. В тибетской медицине слизь, желчи, ветер характеризуют определенный психотип человека. И для поддержания здорового баланса в организме каждого психотипа существуют свои правила питания, уровня физических нагрузок и даже выбора профессии. Ведь то, что является залогом здорового образа жизни для одного типа, может быть очень вредным для другого. К примеру, почти все, кто жалуется на плохую память, принадлежат к институции ветра. Знаете, почему? Это люди с повышенным психоэмоциональным уровнем, их еще называют сангвиниками. Они очень чувствительны и больше всего реагируют на стрессы. А стрессы разрушают организм. Если такой человек вовремя обратится к врачу, то ему можно будет помочь. Опытный тибетский врач по пульсу сможет определить, где именно у человека произошел сбой и какие внутренние органы начали посылать сигналы об опасности. А выяснив причину, подберет индивидуальный курс лечения. И это не только лекарства, которые, кстати, изготовлены исключительно из растительного сырья, но и диета. Если мы начали говорить о ветре, то это прежде всего теплая нежирная пища, успокаивающие травяные чаи, и это тоже очень важно, ежедневные физические упражнения. Любое лечение должно быть в комплексе. Сегодня восточная медицина и западная наука сходятся в главном. Живой ум и хорошая память нуждаются в постоянной тренировке, но начинать ее нужно с юных лет, потому что именно в молодости человеческий мозг наиболее пластичен. В возрасте до 25 лет он не только готов к восприятию большого количества информации, но и к формированию различных форм памяти. Любые новые формы памяти мышечной и образной они хорошо так сказать осваиваются и эти области могут работать и они активны и хорошо так сказать на протяжении практически всей жизни. Даже если вы не пользуетесь какой-то памятью, например, вы знали в 20 лет какой-нибудь редкий язык, то и в 80 вы его вспомните. Но выучить новый язык будет очень сложно. Недавно медики одного из центров по реабилитации спортсменов сделали невероятное наблюдение. Бывшие атлеты, которые бросили спорт 10 лет назад и в течение всего этого времени не тренировались, без труда смогли возобновить занятия. Контрольное тестирование показало, что уже на первых тренировках их мышцы не только стали вспоминать все, чему их учили в молодости, но и приобретать прежнюю форму. Однако у многих после общего обследования были выявлены серьёзные сосудистые заболевания и проблемы с органами дыхания. По мнению врачей, эти болезни могли возникнуть в результате резкого снижения физических нагрузок, к которым организм уже успел привыкнуть в молодости. Оптимальный способ поддержать систему это заставить её работать на том же уровне и с той же интенсивностью, как привык организм. Если человек привык бегать, значит ему нужно бегать и в 80, и в 90, и в 100 лет. То же самое происходит и с обычной памятью. Если мозг не получает тот объём новой информации, к которой привык, то со временем он начинает деградировать. Серые клетки, лишившись интеллектуальной подпитки, начинают голодать и в конце концов отмирают. Мы проводили специальные наблюдения и выяснили, что большинство выдающихся работ, которые действительно представляют научный интерес, были написаны людьми в возрасте 50-60 лет. Знаете, почему? Они всю жизнь занимались изучением своей темы и анализировали любую новую информацию, которая касалась их исследований. Их мозг постоянно работал, синтезировал какие-то новые идеи, и в результате они делали невероятные открытия. Всегда считалось, что время невозможно обмануть, и процесс старения неизбежен, и что наш мозг и наша память, так же, как и тело, рано или поздно всё равно обветшают и придут в негодность. Но блестящие достижения в области пластической хирургии убедили даже скептиков в том, что для тела и лица время можно остановить. Учёные, изучающие работу мозга и памяти, продвинулись в этом направлении ещё дальше. Да, может быть, с годами восприятие новой информации происходит не так активно, как раньше. Но мы отметили удивительную вещь. Улучшается качество получаемой информации. Если в молодости мы забиваем свой банк данных всяким мусором, то в зрелом возрасте мы начинаем отфильтровывать ненужное. Наша память как бы включает защитную реакцию и количество переходит в качество. В июне в каждом из недавних выпускников канадского университета было 93 года. И вы знаете, за время учёбы у него была прекрасная успеваемость, хотя ему не делали никаких поблажек. Он был просто зациклен на учебе. Позже оказалось, что таким образом он пытался отвлечься от тоски, которую испытывал после смерти жены. И вот когда он получил диплом психолога, ему предложили работать с людьми, пережившими потерю близких. Выходит, что преклонный возраст – это не приговор. И не та главная причина, которая может вызвать болезни, связанные с потерей памяти. Пока человеку интересно жить и открывать для себя что-то новое, у него есть реальная возможность сохранить свою память. Известно, что способность сопротивляться любым обстоятельствам, которые предлагает нам жизнь, в том числе и надвигающуюся старость, заставляет нас использовать все свои ресурсы. Даже попадая в экстремальную ситуацию, где между смертью и минимальным шансом выжить счет идет на секунды, человек, как правило, успевает вспомнить все и воспользоваться одним единственным знанием, которое приведет к спасению. Пока мы не можем объяснить этот феномен. Но зная о нем, у нас, ученых, тоже есть шанс найти способ останавливать необратимые ухудшения памяти и болезнь Альцгеймера. Ученые всего мира ведут активный поиск эффективных средств для борьбы с заболеванием века. И опыты, которые пока ставятся только на животных, уже дают первые положительные результаты. Оказывается, в экстремальной ситуации мозг способен активизировать ту память, которая хранится на уровне генов и которая накоплена несколькими поколениями. Вот эта крыса, к примеру, не умеет плавать. Она содержалась в изолированных условиях, и у нее напрочь отсутствуют навыки запоминания. Сейчас ее поместят в большую емкость с водой, и она должна будет сама отыскать способ, как спасти свою жизнь. В емкости установлена высокая платформа, и не зная об этом, крыса находит ее в течение 10 минут. В следующий раз, спустя немного времени, крысу снова бросили в емкость с водой, и она снова нашла платформу. Правда, теперь уже в два раза быстрее. Эту манипуляцию повторили еще пять раз, и время поисков платформы постоянно сокращалось. На этом примере видно, что мозг животного, не совершавший до этого никаких запоминательных действий, смог буквально с нуля развивать способности к обучению и запоминанию. Поняв до конца механизм этого процесса, в будущем ученые смогут заставить работать и память, пораженную болезнью Альцгеймера. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...